так что я сейчас буду делать я сейчас аккуратненько соберу вот эту всю мульчу вот там внутри видно что влажная хорошая земля вот видно корни картошки вот соберу вот эту мульчу и после этого мы начнем подкапывать картошку и смотреть что там у нас получилось я убрала мульчу вот она заняла место в тачке то есть это вот та самая измельченная древесина которую мы собирали вот а здесь вот в этом ящичке это всего лишь сорняки это всего лишь вот столько сорняков маленьком ящичке получилось вот с такой площади причем я зацепила дорожку я зацепила малинник который вдоль забора но и непосредственно между дуряди и редкие картошки теперь видно как сидит картошка некоторую к сожалению ее выдавила ну немного мало было земли и потом были сильные дожди она плывала естественно а из-за того что была сомкнутая ботва сплошным ковром здесь стояла было не видно поэтому в планах у нас сделать на этом месте грядки даже короба такие деревянные и вот уже подготовкой место для этих коробов мы и займемся сегодня после выкапывания картошки вот планы вот такие интересно что там получилось по-моему достойные экземплярчики неплохие это сорт лор картошки все ну в принципе сколько ветвей столько и картофелин получается так следующий куст вот так помощник пришел тоже копать так давай выворачивай следующий куст это при условии что картошку я вообще ничем не подкармливала очередь не дошла даже сброженной травой даже этого не было просто вот как посадили как в лунку уложили там луковую шелуху перегной и зала больше ничего не было пока никто не видит леонардо решил сам себя развлечь где шланг лево так кто это у нас забор тут ломает а лео шланг вообще-то привязан к забору да там привязан ну вот 4 грядки картошки мы отсюда убрали вернее было три с половиной потому что здесь частично сидел лук для разделения разных сортов картофеля это грядки уже другого сорта они пока более позднего созревания сорт это называется монету я брала сетки с этой картошкой в магните вот она розового цвета пока мы ее трогать не будем может быть через неделю а вот картошка которую мы собрали это практически детская ванночка не полная но многое здесь и размеры есть разные есть вот такие хорошие экземпляры есть даже вот такие экземпляры экземпляры вот хорошие а есть конечно и помельче такие и такие то есть на кусте были разные размеры картошки но что хочу сказать есть один большой плюс во всем этом картошка на самом деле очень чистая вот если с нее все вот это вот смыть она чистая у нее нет никаких заболеваний на кожице то есть не грибковых никаких и плюс еще она абсолютно не тронута проволочником ну скажу что перед посадкой картошку я мыла в фитоспорине причем мыла очень аккуратно потому что до этого картошка у меня росла дома в москве в коробках во влажных опилках и высаживала я ее вот была картошка и от нее от глазков шли уже хорошие ростки и прямо пучками такими свисали корни то есть рассада была картошки хорошая но другое дело что мы ее высадили и поехали домой а восьмого мая леву отходи вот мы уезжали с дачи довольны тем сначала что высадили а потом пошел снег восьмого девятого мая ну и была конечно погодная катастрофа но картошка это пережила и получился вот такой вариант этом спасибо спасибо я